здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица дорогие мои друзья это видео будет называться февраль дела садовые 3 серия и сегодня мы с вами посеем землянику примулу посеем бегонию лаванду цинирарию и гвоздику шаба и еще много чего поделаем друзья мои если вы купили пионы среди зимы то конечно же они скорее всего уже тронулись в рост в общем то у них уже заложены всегда вот эти почки но думаю что значит конечно что выглядят они скорее всего наверное вот так вот ваши корешочки которые вы купили но это очень красивый бывает по такой хиленький в общем то у меня было был такой выбор и мне очень захотелось вот такой интересный пион бело-желтый и очень захотелось вот такой пион такого красивого необычного цвета конечно же я загорелась и купила их что я буду с ними делать ну во первых высаживать однозначно потому что мурыжить их это конечно же никуда не годно хорошо что еще вот если они вот такие вот да вот такие там их можно полностью заглубить там по землю а если вот уже развертывается зелень вот например как вот у этого лососевый вот это вот лососевый посмотрите какая-то даже морковь полноценная да вот каким образом его присаживать в общем что я делаю я смотрю конкретный корень и просто начинаю искать горшочек подми примеряя вот прямо примеряя и получилось так что да для одного у меня пойдет вот такой горшочек для другого придется потратить вот такой вот мощный большой горшок значит почему нужно присаживать потому что пионы они очень быстро начинают увядать черните и в общем то пропадать если сразу же и вовремя это не сделать посмотрите пожалуйста вот уже прошел пошел вот такой процесс вот видите и это с пионами сплошь и рядом знаю по собственному опыту вот такая чернота начинается поэтому чем лучше тем конечно же чем чем быстрее тем лучше дорогие мои друзья особой какой-то питательности грунту придавать не надо я не не добавляю в него не удобрения пролонгированного действия так как значит жить в нем будет пион буквально до до высадки в открытый грунт это наверное скорее конец мая или начало июня и он поедет в питательный хороший в открытый грунт вот поэтому просто земля и было бы очень хорошо добавить первыми перлит или вермикулит для того чтобы сделать воздухо влагопроницаемый потому что пион значит если будет застойная такая земля тяжелая земля застой воды то пион скорее всего у может погибнуть вот он любит такое что-то нечто воздушненькое поэтому дорогие мои друзья на дно я укладываю кусочек газетки для того чтобы вот здесь не волоклась никакая грязь и сейчас я просто буду добавлять вниз землю горшочек укладывать вот так вот этот корень прямо вот так вот бочком я его и пола поставлю то есть не буду вот это вот стоит ставить или что-то все он там сам разберется я просто его положу значит и прикрою землей приблизительно так чтобы ростки ушли на два сантиметра под землю здесь у меня такой ситуации не получится потому что уже лист разворачивается и этот конкретно пион я буду присаживать ну вот так вот до до зелени ну землей засыпать с этим тоже понятно я присадила пиончики и я засыпала из землей и пролила раствором фитоспорина это профилактика грибных заболеваний плесени и прочих неприятностей которые могут случиться дорогие мои друзья пролить нужно так чтобы земля вся увлажнилась на что болото там никакого не было ну вот этот пиончик значит не удалось полностью все таки вот этот вот жесткий корешок спрятать потому что росток начал расти как бы в обратную сторону я его полностью засыпать не могу потому что он уже он уже подвергся солнечному свету он уже такой зеленый поэтому что я сделала я его оставила вот так вот на пригорочке как говорится да и когда у меня вот этот росток сейчас поднимется расправиться то я возьму мох сфагнум и просто замульчирую вот это местечком хом сфагнумом для того чтобы она не обветривалась и ничего а потом когда я буду уже делать пересадку в открытый грунт этого пиона то я посадочное место сделаю чуть-чуть папой то есть я его как бы заглублю туда но землей не засыплю да а осенью когда уже пиончик мой будет срезан и просто уже на зиму я его отправлю спать вот тогда я вот это вот место и полностью и подзасыплю и получится что мой пион посажен правильно и в общем корень будет зимовать хорошо не вымерзнет ценерария гибридная или еще называют ее ценерария кровавая это название мне не очень нравится а значит у нее очень длительный такой вегетативный период и от от посева семян до того момента как она зацветет проходит не менее чем полгода конечно же я уже припозднилась с посадкой но пускай пускай она будет я оставлю как горшочную я потом ее горшечную я потом ее занесу в дом я какую-то часть оставлю на клумбе в общем мне хочется я соскучилась и что значит для этого я делаю для посева что же я делаю во первых я значит буду сеять в контейнер а литровый земли я насыпала два сантиметра в три сантиметра наверное так получилось а я обработала землю раствором фитоспорина обеззаразила ее фунгицидом от всяческих неприятностей в виде черных ножек гнили и других других всяких патогенов дорогие мои друзья вот вы обратили внимание вот это у меня служит значит поддончиком а вот здесь внизу у меня дренажные отверстия семена у цинирарии очень маленькие если вам наверное не видно я вот так сейчас поближе на пальчики вот так покажу это что-то такое совсем малюсенькое и я не делая бороздочки буду сейчас очень аккуратно распределять их по поверхности вот моей земли которую я уже обработала фитоспорином дорогие мои друзья я буду делать стараться так ее сеять как будто бы делаю рядочки то есть чтобы она все равно у меня падала вот в такие вот рядочки вот я вижу что она ложится у меня ровненько присыпаются не рарию землей но настолько слегка что просто понимаете значит присолить есть такое понятие как присолить вот поэтому я ее буквально вот так вот сейчас чуть-чуть присолю покажу как это сделаю я посеяла уплотнять я ничего не буду это все сейчас сделает значит сделает вода я сверху еще сбрызну фитоспорином вот таким вот образом чуть 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 я просто присоливаю прямо миллиметрик миллиметрик мои дорогие друзья если какой-то вижу комочек конечно же я его сразу же сразу же либо удалю либо разбиваю и вот значит у меня здесь тоже разведенный фитоспорин и я опрыскиваю сверху мои посадочки ничего такого много я тут не буду разводить болото я уже наверно вам все уши прожужжала закрываю это вот такой вот крышечкой и вот этот парничок отправляется у меня в рассадник температура прорастания 22 градуса как только она взойдет я ее значит переношу в прохладное место на стеллажи в теплице сходы ценерарии появятся приблизительно на пятый день если все хорошо если семена схожие хорошие дорогие мои друзья сейчас я буду сеять примула альба это примула многолетние и принцип посева будет абсолютно такой же просто один в один такой же как у ценерарий вот лежат такие же в точности семян очки сейчас вам поближе покажу все то же самое такой же контейнер такой же поддон фитоспорин посев поверх при солю землей и сбрызну фитоспорином здесь у меня подписанный флажочек что такое и когда я посадила для того чтобы проконтролировать мне всхожесть иногда бывает что семена не всхожие и чего долго ждать то правильно а когда вы не подпишите когда посажены то и в общем то не знаешь прошли сроки или не прошли сегодня 14 февраля я приступаю к посеву гвоздики шабо дорогие мои друзья в общем то принцип опять такой же я взяла литровый лоточек земли 3 сантиметра снизу поддон дренажные отверстия земля плодородная землю обработала раствором фитоспорина здесь уже семечки довольно таки крупные и я делаю бороздочки вот такие вот бороздочки как бы я ставлю фломастер и немножко его вдавливаю ставлю фломастер и выдавливаю я делаю получается у меня в контейнере вот такие вот четыре боровочка и в эти боровочки сейчас я с помощью зубочисточки буду складывать эти семена я посею их на расстоянии приблизительно сантиметр друг от друга и буду присыпать землей слоем пол сантиметра а сверху опрыскивать фитоспорином вновь дорогие мои друзья закрываю парничок и отправляю в рассадник февраль месяц хорош для посева земляники сегодня я посею землянику ананасную это белая земляника которая очень сладкая наверное даже слаще чем красная ну и также я посею сегодня землянику александрию у нее будет некая такая особенность но это об этом чуть позже дорогие мои друзья для посева мне нужен все тот же контейнер все та же плодородная земля и я значит в подончик с дренажными отверстиями насыпаю земли обрабатываю раствором фитоспорина и сею семена поверх земли мои дорогие друзья поверх земли далее значит как только я их рассып рассыпала эти семена я сверху обрабатываю семена тем же раствором фитоспорина только уже из спрея это мне необходимо для того чтобы семена прибила к земле и они спокойненько улеглись для прорастания земли семена земли некий прорастают на свету в теплом месте посмотрите пожалуйста как они распределены поверх земли а значит белый это перлит а желтенькие это семяночки и теперь я закрываю контейнер крышечкой я подписала когда я посадила что я посадила и отправляется все это у меня в рассаде друзья мои если у ананасные семечки желтые то у александрины они такие темненькие черненькие и непонятно как их рассыпать на поверхности земли равномерно да для этого можно сделать вот подготовку все то же самое что и для значит земляники ананас ты которую под показала взять пушистого снежка положить небольшой слой один сантиметров и по этому слою равномерно посеет семена земли некий вам будет очень понятно и очень видно но для того чтобы у вас не было все таки там излишней влажности фитоспорин выносите до посадки намного меньше вот этого жидкого фитоспорина до проливать чем значит обычно но так как сверху то семена у меня все равно не обработаны и я по любому фитоспорином вот так вот обрабатываю потому что семена значит сейчас обработаются фитоспорином и лягут уже на землю снег стает они лягут на землю полностью полностью уже у меня обработанными и мне уже будет спокойно за то что у меня профилактика от болезни соблюдена я сегодня посею вот такую бегонию очень красивую можно как комнатную выращивать а можно ее выращивать и как однолетник в саду дорогие мои друзья в общем то вот в таком пакетике вот такая капсула и в одной капсуле 4 драже гранулированные такие я взяла опять же наш такой вот значит контейнер второй контейнер потом земли насыпала дренажное отверстие у меня есть в значит в этом подончике земельки насыпала обработала фитоспорином сделала вот такие вот четыре бороздочки очень слабенько так надавив и с помощью зубочистки вот так вот беру эти драже высыпаю на ладошку и значит вот таким вот образом поштучно прямо ставлю вот эту одну в бороздочку примерно на расстоянии один сантиметр я их посеяла и взбрызнула раствором фитоспорина для того чтобы растворить эту оболочку дорогие мои друзья семена бегонии землей не присыпают они прорастают на свету в теплоте я закрываю значит сейчас это крышечкой и отправляю в рассадник для прораст друзья мои а если у вас не нет такого количества вам не нужно а как правило все что-то такое красивое дорогое как например вот такая вот каскадная красивущая петуния значит серебряный прилив она стоит 120 рублей за 5 драже конечно же я сейчас просто куплю один пакет из февраля месяца ее размножу то вот и мне нужно то посеять только всего лишь пять штучек то конечно же все то же самое мы проделываем только в контейнер очки 200 миллилитров все то же самое дренаж все то же самое земля также фитоспорин также зубочисткой мы выкладываем 5 штучек и также сверху мы обрабатываем фитоспорином вот эти значит драже для того чтобы оболочка разошлась и чтобы семена были обработаны если сверху не обработать оболочку она может просто не раствориться у питания и так мои дорогие друзья я взбрызнула фитоспорином я теперь другим контейнер очкам вот таким сделаю значит парничок зафиксирую это скотчиком чтобы никуда ничего у меня не улетела и значит парничок работал зафиксировала и теперь отправляется все это в рассадник конечно же я подписала все что я посадила когда я посадила и вот таким вот образом такая маленькая микро парничок малюсенький отправляется в мой рассадник неустанно бесперестанно работает моя помощница сердце моей моей теплицы печь огонь батарея она работает в режиме тления когда открываешь и попадает кислород начинает гореть а как только закрываешь и закрываешь все зольники то огонь успокаивается и печь переходит в режим тления она образует огромное количество красных углей которые держат вот эти батареи в теплом состоянии всегда вот такой фронт работы был у меня на сегодня если это видео вам понравилось если оно было для вас полезно то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное земледелие да и про жизнь за городом вообще берегите себя всем любви и счастья пока пока